МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ты так думаешь, но в край, поверь, еще огромное количество мест, где можно отдохнуть и не ступала нога туристам. Ну, может быть, одна нога ступала, а вот сарай нет. Сегодня о них обязательно расскажем. А пока коротко о том, что еще ждет нас в этом выпуске. О том, где мы все стремимся оказаться, но так никогда и не добираемся, лучшая жизнь в исполнении Лил Сана. О том, какими будут предстоящие на Алтае выборы, мы не расскажем, зато покажем, какими они были полвека назад. Места, где туристов еще очень мало, в крае предостаточно, но можно ли до них добраться, будет ли где остановиться и что посмотреть, узнаем из нашего полезного знакомства. Посетим огуречную столицу Алтая и узнаем, что означает выглядеть как огурчик вместе с едой рядом. Знали ли вы, что различные древесно-стружечные плиты, которые нас окружают, опасны из-за формальдегида? Теперь будете знать еще и то, что на Алтае придумали, как делать безопасные ДСП. Итак, хотите вы того или нет, мы сегодня с вами планируем уединение в нетуристических местах Алтая, которые обязательно стоит посетить. Женя, приглашаю тебя и наших зрителей на дно. О, мне кажется, сейчас нашлись среди наших зрителей те, кто шутит. Страна и так на дне, как у нас все любит ворчать, да что, да что. Да, 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 куда мы катимся. Нет, вы не знаете, как может быть прекрасно на дне отправлять из путешествия по дну Древнего моря в Кулунгинскую степь. Это самая низкая точка Алтая. Ее еще называют краем тысячи озер, среди которых есть и немало соленых, щелочных и пресных водоемов. Кстати, озеро Большое Яровое у всех на слуху, но там сейчас толпы действительно тулей, туристов, все лето. И мы предлагаем вам обратить внимание на огромное, но менее популярное Кулундинское озеро. Оно соленое, его площадь 728 квадратных километров. Это чуть-чуть меньше Мертвого моря. Купаться в нем гораздо приятнее. Вода летом прогревается до 25 градусов, а максимальная глубина 3 метра. Булькась и не хочу. Да, зачем платить больше тогда? Ну и надо добавить, что вокруг озера встречаются прекрасные песчаные берега. В общем, зачем нам Израиль, когда за лучшей жизнью достаточно проехать всего 300-400 километров? Всего-то. Сходим с ума, но не больно кричим, Порой без причин эмоций. Сделали шаг, и в лучшую жизнь, Скорей подпиши, а теперь я забыл. Если хочешь со мной, Свозь время и боль, Пик, глядь и стой, Вали! Я буду молодым жить до конца, Я будто поводыри нет, Не отрезал, Что жизнь маскарад, Посмотри мне в глаза, Давай разочую, что я не прав, Но я рад. Давай мне покажи лучшую жизнь, Все свое детство я слышал, Лишь закажи, Я всем дорожил, Любовь сторожил, Я жил незажиточный жит, Независим был. В каждой туннеле лишь свет, Я не такой, как все нет, Я знаю, верю в успех, Моя ступель лишь вверх, Ее мало кто выбрал, поверь, Лучше скорее, чем преуспеть, Но я не один, Спасибо лишь кем. Сходим с ума, Но не больно кричим, Порой без причин эмоций. Сделали шаг, и в лучшую жизнь, Скорей подпиши, А теперь я забыл. Если хочешь со мной, Свозь время и боль, Пик, глядь и стой, Вокруг горят огни, Я в центре событий, Лишь надо не забыть, Что на пути открытий. Я скорость избавил, Своё слово оставлю, Останавливаю стихами То, что не стихает совсем. Я для кого-то друг, Для кого-то брат, Я очень редко сплю, Но себе врагом не стал пока. Я на устах отёки, Под глазами пытают мой страх, Порой схожу с ума, Но ещё не стану. Я не вникал эти слухи, Чтобы мне пристрят. Я не присваивал стандарты, Иной взгляд, Будет изолятор, Я совсем другой не зря, Я не сдерживал эмоции, Тов людям лишь одно понять. Невозможно мне всё здесь нести, Мне дали свыше сил, С ума от всех свести, Но чьи дни я дали, Папец, став стихи, Обретал себя, Лучшую жизнь, Списав эмоции на лист. Судьба, Но невольно кричим, Порой без причин эмоций, Сделали шай, И лучшую жизнь, Скорей, Возвращай, А теперь я забыл, Если хочешь со мной, Стоит время и боль, Пикеря, И стой, Ай, 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 Своё мужство, Я делаю на словте, Сколько ещё ждёт нас простей, Беги быстрей, Ножество мнений, Так много вещей, Есть лишь один шанс, Используй скорей, Я хотел сказать следующее, Время идёт, Люди меняются, Люди приходят, И так же уходят, Настоящие друзья остаются в нашей жизни, Остальные просто исчезают, Но вместе легче, Мы сделаем свою жизнь лучше, Сходим сюда, Но невольно кричим, Я тебе сейчас назову место, А ты вот по критериям узнаешь, Где оно находится, Короче, там есть горы, Ну, версии есть, Прекрасно, Там есть прекрасный тёплый водоём, Для купания, Даже не один, Третье, С этим местом связан такой пласт уникальной истории, Что смотреть не пересмотреть достопримечательности, Мне кажется, тебе что, где, когда, И ты прям победитель, Не знаю, Может быть, ты говоришь о бирюзовой картоне, Хотя вряд ли, Я ошибаюсь, Потому что мы сегодня говорим о местах Не очень-то популярных у туристов, Вот именно, Говорю я о горной Колыване, Про неё много кто знает, Но едут всё равно в сторону Горного Алтая, А зря? Ну, конечно, зря, Ведь ландшафт Рудного Алтая Совершенно уникален, И не похож ни на что в мире, Ты прав, Посетите хотя бы Колыванское озеро С причудливыми скалами по берегам, А ещё для вас приятным сюрпризом Станут прекрасные местные экскурсии, Вы знали, Что первая в России железная дорога Появилась именно здесь? А? Нет Или что Змеиногорск был настоящим подземным городом, Уходящим на сотни метров вниз Некоторые люди, попадая туда, Наверх уже не поднимались Обязательно загляните на камнерезный завод И посмотрите, Как работали лучшие камнерезы мира Остановитесь в курье На родине Великого Михаила Калашникова Мы лишь можем советовать о выбор за вами В отличие от советских людей, У которых возможности выбирать было куда меньше Сегодня в газетах опубликован правительственный указ О выборах Верховный Совет Союза СССР Александр Николаевич Погребняк Начальник пролета чугунных деталей Моторного цеха Алтайского тракторного завода В Рубцовске Зарекомендовал себя не только как хороший производственник Но и общественный работник После рабочего дня Он слушает инструктивную лекцию для агитаторов Почетно быть агитатором И комсомолец Погребняк Гордится порученным ему делом А теперь к избирателям Приветливо, как своего человека Встречает агитатор домашняя хозяйка Софья Ивановна Орлова Не первый раз будут избирать свое народное правительство Советские люди Положение выборок осталось без изменений О чем же ведет речь агитатор? О нашей жизни Отмеченной повседневным движением вперед Путешествуя все мы ищем чего-то нового Знакомств, эмоции, знаний Но парадокс Для поездки все чаще выбираем те места О которых нам много известно И куда все давно уже приехали Сегодня попытаемся узнать больше Об уникальных, но малопопулярных направлениях В Алтайском крае У нас в гостях Татьяна Сажаева Директор Алтай-Турцентра Татьяна Ивановна, здравствуйте Добрый день Насколько я понимаю В последнее время Жители края и других регионов Стремятся увидеть что-то новое То есть те места, которые у всех на языке Они уже не так интересны С чем это связано? Как вы считаете? Ну мы всегда отличаемся пытливостью И мне кажется, что даже удивиться самому Удивить своих родственников, близких друзей Тем, что ты поехал туда, куда еще не весь поток направился Наверное, это, ну как модно говорить Тренд этого года Ну вот многие слышали про Колумбинское озеро Про Черыжские места Очень красивые, но все равно едут в известное Что бы вы посоветовали? Куда поехать? И можно ли там найти комфорт, самое главное? Я бы посоветовала больше информации получать Ну в том числе и из открытых источников На самом деле самые высокие горы, самые бурные реки Это действительно у нас Черыж И кажется, что туда можно поехать только в палатку А на самом деле есть такие замечательные туристические базы Сельские дома, которые обладают высоким уровнем приема Это и гостеприимство, это и уровень комфорта Привычный для горожанина Это и необычные экскурсии, прогулки И главное вовремя узнать, как туда добраться Где получить эту информацию И вот я хотела бы так воспользоваться случаем Сказать, что туристский центр Алтайского края Консультирует абсолютно всех Бесплатно, широко, в том числе на сайте То есть мы можем вам позвонить И вы нам расскажете, куда ехать Как лучшему другу Все расскажу так И собственного опыта И порекомендую Буквально не аффилированно А зная на себе Как замечательно отдыхать и на соленых озерах И где правильно сориентироваться в предгорной зоне Отдохнуть в сельских усадьбах На самом деле, чуть отвернув в другую сторону От самого популярного места Ты получаешь не меньше интересный комфорт Но и то, чем можно было бы гордиться Как новой коллекцией впечатлений Татьяна Ивановна, ну часто люди ограничены во времени И мы очень часто выезжаем только на выходные Ловим эти солнечные деньки Длинная, долгая дорога Что бы вы посоветовали, как ее может сократить Или есть ли здесь какие-то секреты Ну, давайте посчитаем и посмотрим До Бирюзовой Катуни у нас чуть больше 270 километров Отсчитаем по карте В противоположную сторону Всего лишь 180 И мы уже на Усилетовских озерах Это практически аналог Морского отдыха, пляжного Со здоровительным эффектом И если мы заранее Побеспокоимся о комфорте отдыха То можно запланировать и комфортабельное размещение Поэтому, говоря о Расстояниях Это все относительно Главное в голове себе уложить Что радиус по карте в 300 километров В Алтайском крае Это много нового и интересного Главное просто спланировать свои остановки Знать о придорожном сервисе Который тоже у нас комфортный Где можно и отдохнуть И техническую остановку сделать И рядом посмотреть интересные объекты Не проехать мимо Еще по пути Что касается питания Нужно ли с собой везти багажник еды из супермаркета Или все-таки на месте В таких малоизвестных местах Можно найти какое-то хорошее питание Я думаю, можно и нужно Потому что еда из супермаркета Из наших больших магазинов Это понятная еда по всей территории России А вот когда вы приезжаете Допустим, в Солонешинский район Попробовать необычную староверскую окрошку Или на Гуселетовских озерах Попробовать 25 начинок вареников Сейчас потекут слюнки Или мы с вами говорим про натуральную рыбу И у местного населения можно Это все и нужно покупать Вот если мы знаем Троицкий, Косихинский район Вот они уже грибы, ягоды выставляют на дорогу А раньше в сторону северо-западных наших районов Кулунды, Ярового, Завьялова, Романова По пути купить себе продуктов И даже про запас домой Наверное, было не так возможно Сейчас это возможно Татьяна Ивановна, 30 секунд на то, чтобы назвать Три самых интересных, новых, на ваш взгляд, места Едем обязательно на Соленые озера Запомните слово Щекулдук Едем обязательно в Черышский район И вспоминайте Синтелек Это обсерватория такая же, как Стоунхендж И едем мы с вами в сторону Солонешья И запомните там туристский центр Солонешья Спасибо, вот там и встретимся Огромное вам спасибо за эту утреннюю беседу О том, как отдохнуть подальше от людей И при этом не пожалеть Мы выясняли у директора Алтай-турцентра Татьяна Сажаева Продолжаем наш виртуальный поход По интересным, но не туристическим местам Алтая И мы не можем не позвать вас Посмотреть Стоунхендж Не думайте, что вам нужно лететь за тысячи километров Думаем Нет, достаточно проехать чуть больше трехсот километров от Барнаул Находится он в Черышском районе Говорят, что местная астрономическая каменная обсерватория Представит себе старше английского собрата Будете в Черышском районе, обязательно посетите Девичьи Плесы Спокойная, но безумно красивая заводь среди скалистых гор Но пусть это место не вводит вас в заблуждение Ведь местные реки одни из самых стремительных на Алтае Что само по себе делает их достопримечательностью Мы же старо-белокурики, нынче праздник Агутца Они с ним в гости в нам приехали, оставайтесь до конца Мы готовим угощения, а в лицов и валицов И соленья, и варенья, и салаты зельцов Праздник, это праздник, сонка-гармошка поет Праздник, это праздник, праздник гуляет народ Это еда рядом. Мы в Старо-Белокурихе. Это огуречная столица Алтайского края Именно здесь придумали праздник огурца Здесь сварили варенье из огурцов И именно здесь сделали огурцы в меду Где, как не здесь, можно узнать, что же такое выглядит, как огурчик Это плантация моя Плантация огурцов Потому что у нас огурчики все любят Вот мы столько насадили Вот здесь вот у нас кустовые огурцы Кустовые, потому что они кустятся Места требуется им маловато А урожайность очень хорошая Огурец всегда в почете, а соленый тот в войне Лучше закусь не найдете в ресторане и на пне Белокурики у нас теплиц с огурцами Всю округу накормили и наели сами Когда про человека говорят, что он как огурчик, это что значит? Ну, такой красивенький, такой добренький Такой, ну, аппетитный Самое главное, аппетитный Вот когда огурчик аппетитный, да? Ее приятно кушать? Ну все, и так же огурчик Ну, я как огурчик? Как огурчик И вы бы меня скушали? Скушала, даже бы не раздумывая Такой хороший, такой приятный, такой красивый И по цвету И по цвету такой же зеленякий Ну, последнее на сегодня место Прямо скажем, не богатое на туристов Но того не менее замечательно и интересное Денисова пещера и все ее окрестности Конечно, пещера находится в Солонешинском районе В стороне от туристских троп Но это ей простительно Ведь считается, что именно здесь зародилось современное человечество В древней пещере ученые регулярно откапывают слой за слоем культурные слои И докопались уже так глубоко, что выяснили Алтай – родина североамериканских индейцев Почему бы и нет? Да, родина совершенно уникальная Но тупиковые ветви человечества, так называемых денисовцев А вообще, самые древние артефакты А появление человеческой расы были найдены именно здесь Так что это на самом деле колыбель человечества Большой буквы Если вы себя относите к человеку разумному Который не только отдыхать, разгуливать и выпивать Но и образовываться хочет Приезжайте сюда Тем более здесь тоже горы, реки И вообще очень красиво Среди гомосабинцев есть человек чуть более разумный, чем все остальные Даже не один, это ученые Об очередном их открытии расскажет алтайская наука То есть вот из такого вот пресс-материала Можно изготавливать различные изделия различных форм ДСП, ДВП, МДФ – материалы, без которых сложно сегодня представить Строительную и мебельную промышленность Между тем, в них содержится ядовитое соединение формальдегид Способное вызвать разные заболевания В том числе рак носоглотки и лейкоз Однако широко используемые древесно-стружечные волокнистые плиты Могут быть и абсолютно безвредными Это доказал ученый Алтайского госуниверситета Десять лет Игорь Катараков разрабатывал и совершенствовал Экотехнологию стройматериалов Ее главное отличие в том, что связка компонентов изделия Древесной стружки или сельхозотходов Достигается исключительно за счет внутреннего резерва растительного сырья То есть без использования разных синтетических добавок Таких как формальдегид Технология, основанная на методе кавитации Позволяет довести сырье до воздушно-сухого состояния После чего массу под высокой температурой Прессует на специальной установке Готовый материал отличается не только экологичностью Что отвечает требованиям Вадима с 2018 года Но и долговечностью Использование новой технологии в промышленных масштабах Уверен, ее автор позволит снизить производственные расходы на треть Разработкой алтайского ученого заинтересовали специалисты Сколково Уже в скором будущем совместно с нашим ученым Они намерены продолжить научно-прикладное исследование Не буду говорить, что это панацея от всего Если такие крупные производители заинтересовались Значит, они тоже что-то в этом увидели И все-таки недаром говорят Планета Алтай Чего здесь только не встретишь Да, все чудеса света на расстоянии вытянутой руки Главное знать, куда эту руку протягивать и ехать Это было утро по-домашнему Увидимся Пока С новостями на этот день 28 июня В студии Василий Морозов Здравствуйте Уровень воды в Аби у Барнаула продолжает снижаться По данным Алтайского гидрометцентра Накануне он составил 579 сантиметров Снизившись за сутки на 11 сантиметров По информации о администрации Барнаула В Затоне остаются подтопленными 306 приусадебных участков Один жилой дом И 14 участков дорог Добраться до Затона по-прежнему можно пока лишь по воде 700 детей из Алтайского края отдохнут в Крыму за счет государства Как сообщает пресс-служба Краевого управления по образованию 115 ребятишек уже отправились на Черноморское побережье И пробудут там до 7 июля Путевки в лагеря и проезд до мест отдыха Им оплатили за счет субсидий из федерального бюджета Алтайский край вошел в число 10 регионов Получивших наибольшую сумму на эти цели 126,5 миллионов рублей В Краевой столице появятся еще одни буквы Барнаул Пятиметровая конструкция появится на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта Кто ее установит, станет известно по результатам интернета-аукциона Который состоялся накануне В течение четырех дней компании, готовые взяться за проект, присылали свои заявки Одно из главных требований – сжатые сроки Буквы должны появиться не позднее, чем через 20 дней Проект обойдется городу в 603 тысячи рублей Также исполнитель должен изготовить обрамление разноцветных клумб, которые украсят надпись Желаем вам продуктивного дня Не забудьте включить наш канал вечером Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин